всем привет доброе утро детей девчонок младших сбросила в школу мы быстро перекусили и и мы едем за правами не уверена как долго это нам возьмет но мы едем так что ура едем в мамин город мне там больше нравится возможно у него будет права единственное что нет машины он сегодня работает и я как бы хотела думала ему дать свою машину я люблю иметь свою машину рядом так что да посмотрим еще будем решать что и все упирается в страховку это это да ладно короче мы зашли нам дядя вчера инструктор говорит ой вы зайдете сразу бумажечку покажите там показывать бумажечку некому никто на нас смотреть не хотел больше мы записались в очереди сейчас у нас где-то 30 человек ожидания габриил пошли в магазин или еще что то что он хочет себе брюки купить я хочу на котика посмотреть в магазине животных посмотреть может там мой какой-то котик пришел еще и ладно так что как то так будем убивать время плюс там интернет плохо работает что там будет сидеть без интернет здесь хоть парковка более-менее свободно здесь вот людей не так много сейчас четверг течение магазине животных этот кот до сих пор здесь и его прическа это как это это не так много но ну 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 каприл предлагает одноглазого ой какая прелесть ой 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 о ой 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 Советуют без маленьких детей. Ну ладно. Не наша, Китя. А вообще такая раскраска прикольная. Ну так, чтобы кого-то я влюбилась, а нету. Я бы ту кошечку взяла, но если маленьких деток не надо, то, наверное, не наша такая. Клёсни, 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 клёсни. Пусть, пусть, пусть. Все хомяки попрятались в своих домиках там. В общем, уже скупились. На котов посмотрели. А ещё куча времени. 9.38. В общем, мы с Габриэлом пошли пить кофе. У нас будет время мамы и сына. Джилета дома с чашиком. Девчонки в школе. Джилета сегодня уезжает. Она смотрит дом две недели у троиродного брата. И я думаю, мы будем к ней приезжать часто в гости, потому что там бассейн, и его можно использовать. Я думаю, устроим детям фан. Не знаю, сегодня или завтра или когда. Ну, в общем, посмотрим. Ладно. Сейчас едем, закушим. Мы решили отпраздновать. Конец школы. Права. День вышиванки, кстати. В прошлом году мы тоже с девчонками где встречались. Волыба оча. Так что это уже традиция. День вышиванки, волыба оча. Заказали суши и мороженое в кофе. Так что у нас с сыном свиданка. Мисос супчики. У меня тюна. Ролы. У Габриэла лосось. У нашей моки. Мы поменяли место. Габриэл. Вначале мы сидели в бусе с таким прямым сиденьем. Он говорит, так неудобно. Так что мы в таких вот креслах. Перешли в более яркую комнату. Всем приятного аппетита, кто ест. Мы вернулись. До нас 12 человек еще. Так что мы решили подождать еще. Потому что... Он получил его лейсенс. Еще один водитель в белом доме. Голова кипит. Просто каша. Просто каша. Машина Габриэла еще не готова. Хочется дать ему машину, чтобы не ездить ему на работу. На моей машине. Потому что я люблю иметь свою машину при себе. Дэнни любит делить свою машину при себе. Ну, в общем. Дэнни сейчас на траке. Я же всегда, как всегда, на Субарбоне. В общем, решили ему дать серебряную нашу Банну Виллу, на той, которой ездила Анжелика. Так как мы ей купили еще одну. Сидела я, искала страховки. Друзья, страховки для 16-летних, у которых нет истории. И вождение. Это, конечно, пипец. Я потратила, ну, я не знаю, несколько часов. Но мы все-таки. Страховку купили на 6 месяцев. И самое лучшее, что мы могли. И достаточно неплохо. Я ожидала еще хуже. В общем, 804 доллара за 6 месяцев мы заплатили. Так что... Ну, там мы написали, что он ездит будет по минималке. У него такой апп на телефоне. Который будет отслеживать, как он ездит. Как он... Сколько он тратит времени на езду. Сколько... Как он останавливается. Как быстро он ездит. Ну, так что за ним будем следить. Мне это нравится. Это, кстати, помогает снизить цену на страховку. Так что, как-то так. Ладно, последний день школы. Я еду за девчонками. Такие прыгалки у них были. Круто! Здесь, смотрите. Там до сих пор какие-то дети прыгают. Ну, им было весело. Ну, слава богу. Хорошо, что они организовали им. Видите, площадка стоит. Ой, красота! Первый полет моего орла. Его первый независимый полет. Орел полетел. Мой орленок. Поехал на работу, мой сыночка. Первый раз, блин. Вот еще один. Так, скажем, что происходит. Дэнни еще на работе. Габриэлу уже надо было на работу. В общем, я ему дала все-таки поехать на моем субербане. Но я вот приехала к Дэне на работу. Забрала... Потому что у него ключи отбановила. У него, у серебряной машины. Забрала я ключи. Теперь поеду, заберу машину с кладовой. Привезу ее на работу Габриэла. Поменяемся ключами. И теперь он будет на своей машине. И все. Каждый будет по машине. Фух. Немножко беготнее, но ничего. Так. Давно я не была в этой машине. Я вижу, что Дэнни тут и брейки сделал. Тормоза вот эти. Я, кстати, думаю, заручные. Которые не ручные, они нужны. Тут надо разобраться, как это все работает. Блин, орелый. Каждый раз новая машина. Хрен поймешь. И здесь это не работает. Как его? Что-то здесь не работает. Кондиционер. Так что Габриэл будет весь. Рабочий человек. Если поменялись ключами, я пошла. Блин, у нас так жарко, жарко. Просто капец. 35 градусов. Завтра еще так более-менее теплый день. А потом будет меняться температура. Так что я думаю, завтра мы по Ивен-Дюльете с детьми поплаваем у нее в бассейне. Потому что потом будет прохладно и уже будет не до бассейна. В машине Габриэла я просто запарилась. Ну что, посмотрела, как он припарковался. Он припарковался сзади своей работы. Короче, припарковался он на линии. Так что еще ему надо практиковаться. Ну ладно, все. У каждого своя машина со своей страховкой. Вот я ему дала поехать в страховку на другую машину. Это мое имя. Ну, короче. Все норм. Все исправили. Так, следующее утро, как вы понимаете. Джульетта вчера уехала смотреть за домом. Позвонила мне, все нормально. Доехала. Говорит, мама тут намного сейчас красивее. Вообще, говорит, такая красота. Там же деревья с листьями теперь. Ну, вы видели, какая там территория была и так красивая, а с листьями так вообще. Мы, наверное, сегодня приедем к ней в гости. Анжелика должна приехать в город тоже. И все, первый день каникул сегодня. Габриэл приехал тоже. Все хорошо, все удачно. Доехал довольный. Собака соседская. Привет, говорит. И, да ну, е-мое, вышло. Сегодня с утра он пылесосил машину. У нас ветер такой, а мы думали в бассейне купаться. И, ой-ой-ой, что еще хотел сказать? Погода будет меняться. И поехал сейчас уже в гимнастический зал. Пылесосил машину в начале, теперь пошел в спортзал. Так что пацан становится самостоятельным. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр. Поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Желаю мира в Украине, победу, свободу. Всегда пусть живет Украина. До новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok